Всем огромный привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня влог начинаем с распаковки посылки. Съездила, забрала посылку, деткам заказала одежду новенькую, покажу, что купила. И здесь зашла еще в магнитный вид косметик. Еще зашла и меечка. Еве купила пластилин, взяла на 8 мелков, потому что только у нее израсходован черный, зеленый и белый. Они будут делать овечку, точнее барашка. Нужно дополнить в большую упаковку, 24 цвета где? Меечка. Вот, докупила маленькую. Так, затем чего я тут взяла? Бейджики взяла на гимназию, надо повесить. В магните взяла вот таких 4 батончика на кассе. Взяла перчаток 10 штук, сегодня будем прибираться, делать уборку до места, с молоком, печеньем. Так, здесь салфетки для уборки тоже взяла, влажные. И что-то они по магнит-косметике были по акции, 59 рублей 50 штук. Взяла склад, и были по 59 рублей 70 штук, но взяла вот эти, потому что они с клапаном, мне больше нравятся. И, кстати, тоже ДМС-лаз был по акции, 70 рублей. Печеньку взяла еще, еще молоко. Так что такие небольшие покупки, но самое главное, на это место съездила, забрала посылку, а то все время не было времени. Сейчас покажу, распечатаю, что я заказала. Распечатала я заказ, все проверила, что заказала, все очень хорошее пришло мне, все классно, никаких повреждений нет. Заказала Еве комбинезон вот такой вот тепленький, на морозы. По спинке идет флис, по попе тоже флис, и до середины колена флис. К этому заказала комбинезону шапку-ушанку, такая вообще классненькая, с мехом, с искусственным. Я думаю, ей очень подойдет, она у меня беленькая, волосики беленькие, думаю, очень красиво с розовеньким, вот вообще лапулечка. Заказывала комплектом, вот так получается у них идет, розовая, да, и вот с этим розовым, одинаковые оттенки. Можно было еще взять, шапка-ушанка была в белом цвете, к снежинкам, я тоже думаю, красиво бы так эффектно смотрелось. У меня все равно практичность победила, потому что ребенка в белой ушанке отправить в садик, это на раз, стирать тут же придется. На ушанке все регулируется по головке, можно отрегулировать будет по ее размеру, и здесь тоже регулируется. А на самые сильные морозы можно одевать, будет под низ, у меня есть трикотажная такая, под дева шлем, я ее покупала, вроде бы это Лесси, и как раз под эту шапочку подойдет. На ноги я взяла вот такие демары, сапожки, у меня был аналог демар, нам очень понравились, и в этом году решила заказать сами демары. На натуральной овчинке, они очень теплые, с шерстяным носком на мороз, вообще будет классно. Заказала я размер 29, и Еве, и Максиму, потому что у них нога очень выросла, сейчас у них сапожки на 28, то я думаю, что они, вот им будут малы. А эти как раз носком будут просто идеально. У Евы как раз есть рукавички, еще я заказывала, краги розового цвета, Джонатан, на озон я ей заказывала, подойдет просто вообще классно к этому комплекту. А Максимке заказала тоже компенезон, также все то же самое, на утеплителе, вот здесь вот с флисиком, да, до низа. Я ему заказала вот такую шапку, такой расцветки, ушанку, это подходит у нас вот к этим квадратикам идет, да, коллекция такая, тоже, думаю, ему очень понравится и будет красиво. Мех, конечно, немножко скудноватый такой, да, не пушистый, но ничего, у нас была куртка тоже от Лени, тоже там вот такой вот мех был, не сильно пушистый. Так что я ему заказала вот такие домары в сером цвете, были в сиреневом цвете, вот в таком подошва. Ну, что-то я заказала серые, потому что у него краги серые, думаю, чтобы с крагами сочеталось, красиво будет. Сейчас детки померяют и покажут, как на них смотрятся комбинезоны, шапочки и обувь. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие покупки я совершила для детей в интернет-магазине и, конечно же, при покупке я воспользовалась кэшбэк-сервисом. От всей души я вам рекомендую кэшбэк-сервис Cash4Brands. При помощи этого сервиса вы можете совершать покупки более чем в полутора тысячах магазинах и при этом еще получать кэшбэк. У Cash4Brands отличная служба поддержки, которая по оценкам в рейтингах на всех отзывниках занимает первое место. Чтобы кэшбэк за покупку начислился, заходим в Cash4Brands, находим магазин и переходим в него. Закидываем товар в корзину и оплачиваем. Чтобы посмотреть, какой кэшбэк вернулся за покупку, заходим в мой профиль, в истории заказов ищем последний заказ. Мне за покупку начислился кэшбэк 587 рублей. По-моему, это отличная сумма. Также у кэшбэка есть удобное расширение для браузера. Получай кэшбэк, переходя сразу в магазин. Расширение устанавливается проще простого всего в один клик. Нужно нажать кнопку «Установить» и расширение будет установлено. После установки расширения можно сразу заходить в магазин и вверху есть всплывающая кнопка, которая говорит нам о том, что кэшбэк активирован и можно совершать покупки. На Cash4Brands не нужно копить большую сумму денег для вывода. Вывод возможен от 1 рубля или эквивалент другой валюте. Вы также можете совершать покупки с помощью мобильного приложения Cash4Brands. Мобильное приложение разработано для iOS и Android. Приложение очень удобное, можно пользоваться в любое время и в любом месте. Можно получать кэшбэк не только за покупки в онлайн-магазинах, но и за покупки в обычных магазинах. После этого нужно зайти в приложение Cash4Brands на телефоне. Выбираем вкладку «С чеков», выбираем магазин, из которого у вас чек. Делаем сканирование чека по QR-коду и вам возвращается кэшбэк за покупку. На распродаже «Черная пятница» предлагаю готовиться к предстоящей череде новогодних праздников. На этой распродаже можно купить по очень выгодным ценам подарки для своих близких и родных людей. А воспользовавшись кэшбэком, вы получите дополнительную экономию. Под видео я оставлю ссылку. Перейдя по этой ссылке, мои подписчики получат повышенный кэшбэк на 40% в течение двух недель. Так что переходите, смотрите. Желаю вам приятных покупок! Перед тем, как начать уборку, хочу поставить готовиться ужин. Сегодня на ужин хочу приготовить свинину, запеченную с картофелем под сырной корочкой. Разрезаю свинину на стейки примерно 1,5 см. Затем нужно тщательно отбить свинину с двух сторон. Мариную в стейки, добавляю немного растительного масла, приправу Катани для мясных блюд, очень-очень вкусная приправа, рекомендую, попробуйте. Добавляю соль по вкусу и дальше нужно все тщательно перемешать. Выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Нарезаю репчатый лук полукольцами. Перекладываю лук в емкость, добавляю майонез и натираю немножко сыра. Все это перевешиваю и раскладываю поверх стейков. Нарезаю картофель соломкой, выкладываю поверх свинины и делаю сеточку из майонеза. Ложкой распределяю майонез по картофелю и сверху все затираю сыром. Духовка у меня разогрелась на 250 градусов, сейчас уменьшаю на 175 и ставлю на 1 час. Включаю режим верхняя и нижняя конвенция. Мои хорошие, приглашаю вас за порции мотивации на упорку. Сегодня будет еженедельная упорка, но также она будет совпадать с какими-то моментами, которые я совершаю каждый день или которые я делаю раз в месяц. Мясо у нас готовится, а мы начали прибираться с вами. Первым делом хочу разобрать раковину, загрузить всю грязную посуду в посудомоечную машину. В посудомоечной машине я всегда проверяю разбрызгиватели, чтобы не задевали посуду. Распечатываю таблетку, это минус таблеток по Берлик, то что их надо распечатывать, мне это очень не нравится. Загружаю стирку на 1 час. Мою посуду руками, которую не рекомендуется мыть в посудомоечной машине и сразу ее вытираю и раскладываю по местам. Протираю рабочую поверхность тряпочкой смоченной просто в воде без всяких стресс и перекладываю все, что есть на рабочей поверхности на обеденный стол. Беру средство силиппент и буду мыть партук из плитки. Музыка 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 Возвращаю обратно все на побер. В поверхности буду мыть стол и стулья. Примерно раз в неделю мою стол внизу, потому что детки ляпают, пачкают и также мою ножки у стола. Возвращаю бытовую химию над раковиной. Скоро будем делать организацию хранения под раковиной и средства переедут туда. Раз в неделю чищу чайник от накипи. Покупала я это средство в Ишане. Стоит нам просто какие-то копейки. Такого пакетика хватает на две чистки. Засыпаем средство в чайник и включаем, чтобы скипел он. И потом нужно примерно час, чтобы средство поработало в чайнике. Раковину буду заливать сегодня доместосом. Натираю ее и оставляю средство поработать. Тем временем приготовился ужин. Очень-очень вкусная свинина под сырной корочкой с картофелем. Просто пальчики оближешь. Попробуйте, приготовьте. Я думаю, что вам очень понравится. Правда, очень вкусный рецепт. Ну а мы идем дальше продолжать уборку. Снимаю занавески. Детки мне добавили дополнительные работы, испачкали их. Занавески в кухне-гостиной я стираю примерно раз в две недели. Но стираю не сразу два окна подряд, а разделяю на разные дни, чтобы не было потом столько времени потрачено на глажку много. А в остальных комнатах стираю занавески реже, чем в кухне-гостиной. Примерно раз в месяц. Стиральная машинка выстирала, достаю стирку и закладываю в вуаль. Стирать буду стиральным порошком от Фаберлик. Это у нас идет морозный день для светлых тканей. Артикул 11 536. Положу где-то вот столечко. На занавески вполне достаточно. Еще буду добавлять отбеливатель от Фаберлик. Был у меня еще отбеливатель от БОС хороший закончился. Это у нас артикул 11 049. Положу где-то вот столечко и нам хватит на две занавески. Все, закрываю. Стирать буду на синтетике. 1 час 23 это ускоренная программа. 60 градусов. И надо развесить предыдущую стирку. Заливаю инсталляцию доместосом и оставляю поработать средства. Вымыла я лоток у собаки с помощью доместоса. Он у меня уже просох и застилаю чистую пеленку. Конечно же это я делаю не раз в неделю, а каждый день бывает и два раза в день я меняю ей пеленку. Брызгаю средства. Это приучение щенка к туалету. Дальше на повестке дня помыть зеркала в туалете. Делаю я это раз в неделю. На них очень копится много пыли оседает. И детки нижние зеркала ляпают. Они все время в ручках их остаются в отпечатках. Мою я средством для стекол и зеркал от Фаберлик. Оно мне очень нравится. Этим же средством протираю стиральную машинку. Прибираюсь на полочке, которая у нас получилась от инсталляции сверху. Убираю втулку от туалетной бумаги и протираю на ней пыль. Затем складываю все на место. Средство в инсталляции поработало. Мою инсталляцию, протираю тряпочкой и выкидываю сразу перчатки и тряпочку, которыми прибиралась в туалете. А вот стеклянную плитку, которая находится в кухне и гостиной, я мою минимум три раза в неделю. Потому что тут детки намного чаще ее потрогают и ляпают. Особенно у меня это любит делать Максимка младший. Протираю также чистящим средством для стекол и зеркал. Перехожу протирать пыль на свое рабочее место. Протираю моноблок, экран, лук, принтер. Протираю стол и пыль на полочках и подоконнике. Протерла телевизор и протираю теперь просто влажной тряпочкой камин без всяких срез. Убираю накиданные мелочи на диван и буду протирать просто влажной тряпочкой диван. Примерно это я делаю один раз в неделю. Меня очень часто спрашивали, где мы покупали диван, что очень красивый и цвет и сам диван. Покупали мы его фирмой, называется Каждый день, но я его вам рекомендовать не буду, потому что качество кожи нехорошее, мне не очень ему нравится. Конечно сам диван очень удобно на нем сидеть просто одно удовольствие, но качество кожи оставляет желать лучшего. Средство антинакипин поработало в чайнике, сливаем это средство, очень-очень тщательно промываем чайник внутри, обтираем его снаружи, где запачкался он. И надо еще раз вскипятить с чистой водой и потом еще раз промыть, а потом уже можно будет набирать воду из фильтра. Средство Деместас поработало на раковине, посмотрите какая она чистая, белая стала, прям сверкает. Мне очень нравится Деместаса мыть раковину, хорошо отмывает налет от чая и кофе. Беру влажные универсальные салфетки и ими протираю плинтуса, прохожусь так по всему периметру кухни и гостиной. Это я делаю раз в неделю, раз в 10 дней и я не делаю еженедельную уборку сразу во всей квартире, делю ее по зонам и по дням. Протираю средством для стекол и зеркал духовой шкаф. И микроволновку. Раз в неделю я протираю дверки со стеклами, протираю я это все чистящим средством для стекол и зеркал. Теперь мне на помощь приходит мой самый любимый помощник уборки, это вертикальный моющий пылесос. На него есть обзор на канале, кому интересно, посмотрите. Отодвинула диван, а там ждет меня вот такой сюрприз. Виноград детки накидали, какие-то мелкие игрушки. Причем даже бывает, что диван я отодвигаю не раз в неделю, а два раза в неделю и все равно вот столько мусора под ним копится. Пришла в ванну, раскладываю все по свои места на шкафчике, выкидываю тюбик из-под пасты, которая закончилась и протираю зеркало средством для стекол и зеркал. Ванну и раковину буду забрызгивать средством от Фаберлиф, хорошее средство для поддержания чистоты, оно мне очень нравится, подходит для акриловых ванн. Прошло 10 минут, средство поработало, я его смываю. Раковина очень-очень чистая и вам на то же. Протираю тумбочку тоже раз в неделю, просто влажной тряпочкой с водой, без всяких средств. Снимаю занавеску, стираю я ее раз в неделю, занавеску я из ванны загрузила и достала вуаль. Вуаль у меня хорошо отстиралась, прям белоснежно. Мне остается сейчас ее погладить и повешать на окно. Предлагаю посмотреть результат моей работы, я хорошо потрудилась, поработала, у меня все чистенькое, свеженькое, вкусно пахнули, навески белоснежные, наглаженные, висят на окне. Диван я помыла, на рабочей поверхности тоже все разобрала, прибрала, посмотрите какая чистота у меня царит. Надеюсь, что я вас тоже смотивировала на уборку, вы сейчас пойдете и тоже приберетесь где-нибудь. А я вам хочу сказать огромное спасибо, что вы посмотрели это видео на конца, подписывайтесь пожалуйста на мой канал, для меня это очень важно. Кнопочку вы сейчас увидите на экране, а мы уже увидимся с вами скоро, я вам желаю крепкого здоровья и будьте счастливы. Спасибо всем, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok